Приветствую вас, Юлия. Вы считаете, что гордость это хорошо? Смотрите, в принципе, то, что вы описываете, находится в вполне себе пределах нормы. То есть, вы встречаетесь с мужчиной, вы видите, что он к вам недостаточно внимательен, по вашему мнению. То есть, к вашему представлению, мужчина должен быть более внимательным. И это, в общем-то, окей позиция, то есть, ну вот, ваше право так считать, ваше право так думать. Вот. И вы достаете. Отдаетесь просто потому, что считаете, что мужчина, он должен быть более внимательным. Ваше представление о том, как должен вести себя мужчина, они не совпадают с тем, что есть на самом деле. Это понятно. Но, видите ли, вы говорите, что мне очень плохо, я его люблю. То есть, у нас есть три основных момента, которые вы не можете привести к общему знаменателю. Это первое, это ваше представление о том, что мужчина должен быть более внимательным. Второе, это то, что вы его любите и, соответственно, вам плохо. И третье, это то, что вы горда. Вот. И здесь, на самом деле, эти три компонента, они, если друг друга не взаимо исключают, то, по крайней мере, очень плохо соседствуют друг с другом. Потому что, если вы считаете, что мужчина недостаточно к вам внимателен, то это означает, что вы его таким, как он ест, не принимаете. Если вы его таким, как он ест, не принимаете, значит, вы его не любите. Потому что любовь, это, безусловно, принятие человека. А тот факт, что вам плохо, говорит о том, что вы в нем нуждаетесь. То есть, вы нуждаетесь в чем-то, что вы пытаетесь получить через мужчину. Вот так. Правильно сказать. Это, вот, такая история. Дальше. Идем. Что касается гордости, то, ну, опять же, гордость, это некая догма. Да. Которая к любви отношения особого не имеет. Потому что, если человек не подходит к другому, если человек не налаживает отношения с другими, если человек не лечает конфликты из-за своей гордости, и ждет, пока это сделает другой человек. Ну, по сути, это, вот, здесь гордость засыпает, как просто средство перекладывания ответственности на нужда другого человека. Да. Вот. То есть, ты должен что-то сделать, ты должен как-то поступить, ты должен первым пойти на примирение. А я, соответственно, буду ждать, значит, вы будете ждать просто, когда человек, ну, решит, да, когда человек решит, там, что-то наконец сделать. Да. Вот. И мне кажется, что эта позиция, она, ну, весьма-весьма негативно сказывается на вас, в принципе. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь вам крайне желательно определиться с тем, что вы испытываете к, все-таки, человеку, да, что вы хотите по отношению к человеку, что вы хотите для себя, и уже исходить из этого. Потому что у вас очень противоречивая, очень противоречивая позиция по отношению к мужчине. И именно это вам мешает. Громе того, в некоторой степени вы зависимы от мужчины, потому что вам плохо из-за расставания. Не грустно, что является нормой, а именно плохо. И тот факт, что вам плохо, говорит о зависимости от человека. И зависимость, то есть, некое такое, концентрированное выражение эмоций, зависимость, вероятно, связана именно с гордостью функционально. Потому что гордость, и как раз желание подавляет, говорит, я не должна так поступать. Я не должна так поступать, да. Вот. Подобное подавление ваших чувств, конечно же, ведет к зависимости. Поэтому адекватная свобода от гордости и более полное раскрытие своих желаний и вероятное принятие их позволит вам выработать более адекватное отношение к собственному мужчине. И понять, любите вы его или нет. А в том, что касается ваших представлений о мужском поведении, ну, это исключительно ваше представление о мужском поведении, которых вы можете и, наверное, должны придерживаться, чтобы быть счастливой. Но всегда нужно помнить, что каждый проявляет внимание так, как он может. И если человек не проявляет к вам столько внимания, сколько он, как вы считаете, должен, это еще не означает, что он как-то не искренне к вам относится. Вот. Опять же вызывает вопросы ваше поведение относительно мужчины. То есть вот вы говорите, что вы расстались, вы решили расстаться, и дальше вы несколько дней переписываетесь, и после чего предлагаете поговорить мужчине. На что мужчина говорит, нет, все, я не хочу с тобой разговаривать. И вы удивляетесь, почему человек так поступил, хотя на самом деле, по сути, вы, если я правильно вас понял, вы предъявили ему и расстались с ним из-за того, что он не может проявлять больше внимания, чем вы того хотите. Возможно, мужчина просто понял, что вы надеетесь, что он все-таки будет проявлять столько внимания, сколько вы хотите. Вот, вы говорите о примирении, да, вы говорите о примирении. А готовы ли вы принять тот уровень внимания, который дарил вам мужчина? Если вы готовы принять, то, я думаю, здесь гордость вам только мешает. Если вы не готовы принять, то смысл тогда мириться вообще? Здесь нужно признать, что мужчина вам не подходит, потому что внимания он проявляет недостаточно. И все. Если человек вам не подходит, то необходимо разобраться с причинами того, почему вам плохо, и вот что составляет вот это вот, ну вот это основание для плохого самочувствия. То есть очевидно, что здесь лежат некие ваши потребности, которые вы пытаетесь реализовать через машину. Вот. Это очень деструктивная позиция в плане того, что она делает вас зависимым. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Вы также не уточняете свою цель. То есть вы говорите, как быть в этой ситуации, как быть, чтобы что. Разобраться в себе, это одно, наладить отношения с мужчиной, это другое. Но если вы налаживаете отношения с мужчиной, то здесь придется делать какие-то уступки. Уступки. В частности, вот, уступки в контексте своей гордости. Потому что по-другому без уступок отношения не наладят. Выбирайте. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.